Беларусь готовит судебный иск в отношении Международной Федерации Каноэ о возмещении морального и материального ущерба за отстранение мужской сборной от Олимпиады в Рио. О том, что спортивно-арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды по гребле, стало известно накануне. Тем не менее, на главные старты в Рио спортсмены не попали. Если все это осталось в прошлом, то впереди судебные тяжбы, запотраченные на подготовку миллиардами. Максим Слиш продолжит тему. Национальный Олимпийский комитет Беларуси утверждал и доказывал, что никогда и никаких запрещенных препаратов наши грибцы не употребляли. И это на 100% правда. Но в Международной Федерации Каноэ ничего слышать так и не захотели. А спортивный арбитражный суд начал разбирать дело почему-то со скоростью улитки и в Рио белорусские спортсмены так и не попали. Владимир Шентарович, главный тренер национальной команды, с первой секунды после обыска во Франции утверждать стал. Это продуманный сценарий. Его спортсмены чисты, а Международная Федерация Каноэ охотится за белорусскими лицензиями сугубо. Можно сказать, что украли, забрали. И вот смотрите, почему не женщин сегодня? Три номера программы. Зачем три номера? Оставим три номера. Мужиков семь. Давай повырубаем. Время покажет. Кто мы разберемся? Конечно, разберемся. Ведь вели подготовку к Олимпиаде все четыре года. И на важнейших стартах лучшие результаты показывали. Об этом говорит и рейтинг, и спортивное сообщество. По моим прикидкам, четыре медали наша мужская сборная вполне могла брать. Среди них, я думаю, что две-три золотые было бы этой железным. Теперь сомнений не осталось, что отдельные представители Международной Федерации Каноэ дело слепили на пустых обвинениях, ни в чем не обоснованных. А в это время интернет-паутина трещит от негодования. Политика чистой воды. Сильных убрать. И вот медали освободились. Понятно теперь, что это за Международная Федерация. Вместо помощи спортсменам и развития вида убирать тех, кто без допинга может медали олимпийские брать. Рецепт олимпийской медали. Если не можешь честно победить, найди допинг. И вот она награда. Вот он престиж. Даже в суде точно сказать, в чем виноваты тренеры, врачи и спортсмены не могли. Одно утверждение. Допинг только где он? Оказывается, нет. Дисквалификацию для команды отменили. Теперь отвечать придется на встречный иск. Возмещать и моральный, и материальный ущерб. Очень важная задача, в том числе и гражданского иска, который мы будем предъявлять, наказать их рублем так, чтобы больше не было повадно. Не только им, но и любой другой федерации. Более двух миллионов долларов – это прямые затраты на саму подготовку спортсменов. Порядка 80 тысяч долларов – это работа адвокатов, это те накладные расходы, связанные с участием в судебных процессах. Но никакие деньги не смогут заменить мечту. И, как признается Александр Богданович, а для именитого гребца эта олимпиада должна была стать последней, не страшнее для спортсмена чувство, чем отчаяние. Кажется, готов на все, а сделать уже ничего не можешь. Хотелось бы наказать людей, которые это сделали, которые лишили этой мечты. Шанс, который нам не дали сделать, это очень огорчает. И люди, которые принимали это решение, должны ответить. В Национальном олимпийском комитете есть выверенный план. И самые короткие сроки его начнут реализовывать. Главным же остается принцип «Если прав, иди до конца». Запугивают тебя или угрожают – неважно. Важно защищать своих спортсменов и интересы. А если сильных боятся, значит, становятся еще слабее. Максим Слиш, Анастасия Хоботова, Виктория Ходосок, телекомпания СТВ.